На несколько часов гимназия номер 6 города Бреста имени маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича превратилась в настоящий медицинский пункт с врачами и необходимым оборудованием. Здесь собрались детский невролог, офтальмолог, хирург и отариноларинголог. Акцент был прежде всего на осанке, так как проблемы, связанные с ее нарушением, возникают все чаще, а правильная осанка – это залог здоровья. У детей 6-7 уроков, а иногда факультативные занятия, стимулирующие, поддерживающие, много времени проводят в гимназии, поэтому осанка, конечно, это очень важно. И поэтому сегодня у ребят есть возможность посмотреть. И надо сказать, что некоторые удивлены, что у них что-то уже с осанкой случилось не то. Поэтому я думаю, что после сегодняшней акции они будут более внимательны к своему здоровью. Ребят, конечно, хотело участвовать в акции значительно больше, но мы надеемся, что эта замечательная акция и традиция будет у нас продолжаться, и мы сможем на постоянной основе проводить такие замечательные акции, потому что здоровый образ жизни – это наше все. Брест – здоровый город, а здоровье закладывается с самых ранних лет. В акции приняли участие дети в возрасте 12-13 лет. А это то время, когда ребенок развивается, активно формируется его организм и психоэмоциональное состояние. Врач-хирург выявила плоскостопие у большинства детей и дала необходимые рекомендации для его устранения. А как справиться со стрессом и усталостью, рассказала ребятам Диана Бацоха, детский невролог. На данный момент дети, которые приходят, в основном жалуются на головные боли. Вообще, в принципе, когда начинается учебный год, большинство жалоб – это головные боли, которые возникают после школы, то есть связаны именно с умственной деятельностью у детей. Иногда головные боли могут сопровождаться тошнотой некоторых детей также. То есть основные рекомендации, которые мы даем, это в первую очередь соблюдение режима дня труда и отдыха. Трудно не заметить, что в настоящее время мы не можем представить себе жизнь без гаджетов. Но важно не забывать, что они несут ряд угроз по отношению к нашему здоровью. Нужно минимизировать занятость в смартфоне, компьютере, планшете, чтобы не испортить себе зрение. Лучше прогуляться на свежем воздухе, подчеркнула врач-офтальмолог. Но не стоит забывать, что осень – пора года обманчивая, дождливая и ветренная. Сейчас лучше одеваться теплее, чаще мыть руки, избегать контакта с людьми, у которых присутствуют симптомы ОРВИ, и проветривать помещение. Эти несколько правил уберегут вас от болезни. Сейчас такой период осенне-зимний, когда дети часто болеют сезонными ОРВИ. И эта патология сейчас на текущий момент, детей, которых я посмотрела, присутствует у большинства. Ребята с удовольствием посетили врачей и услышали их рекомендации по улучшению своего здоровья. Все было организовано удобно, быстро и качественно. Я думаю, что это нужно, что врачи ходят сюда, потому что они проверяют здоровье учеников, осанков. Если проблема у кого-то есть, то можно на всякий пожарный клепо провериться и потом ее решить уже. Важно своевременно обратиться к врачу для обследования и лечения, чтобы не допустить серьезных осложнений. И помните, даже самое лучшее лекарство не поможет больному, если он сам откажется его принять. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.